Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Я знаю, что вы интересуетесь образованием, вы интересуетесь именно образованием в Австралии. И миграция в эту страну, это понятно, иначе бы вы не находились на этом канале. Но я понимаю, что вы, в общем-то, человек, или вы люди, которые достаточно критичные, и которые, конечно, хотели бы, чтобы их не обманули. А обман вы видите и имеете право видеть, в общем-то, во всем, или, по крайней мере, подозревать обман. И это тоже понятно, потому что даже в нашей стране, в Австралии, все эти пандемические условия и все эти большие и мелкие бизнесы пытаются обманывать. Ну, скажем так, мягкий обман. Где-то не то, что декларировается, но все в рамках закона. Или, скажем так, под это закон подстраивается. Поэтому, когда вы говорите об образовательных и миграционных агентах, но мы говорим об образовательных агентах, потому что я являюсь образовательным агентом, вы всегда какой-то подвох видите и правильно делаете. Просто будьте корректны, когда вы мне делаете замечания, потому что я человек такой резкий, могу, в общем-то, быстро и забанить, когда человек себя, на мой взгляд, ведет неадекватно и обвиняет меня в том, чего я не совершал. Так вот, вы имеете право сомневаться. Именно сомнение, право на сомнение, это такой краеугольный камень демократии, свободы и так далее. Чего, кстати, нас в обществе пытаются сейчас лишить и говорят, что вот нельзя пересматривать. Почему нельзя пересматривать? Все можно пересматривать. На все можно еще раз посмотреть и еще раз посмотреть. И этого не боятся бизнесы, в том числе и образовательные агенты, которым нечего скрывать. Так вот, дорогие друзья, первое, что вы должны учесть, это открытость, понятность того, как ведет бизнес какой-то агент. Человек должен вообще отвечать за свои действия. И когда это один, грубо говоря, человек, это одно. Когда вам какой-то блогер говорит, что он какой-то агент, отправляет вас куда-то еще на телефонную консультацию и консультацию с миграционным агентом, и вы еще до того, как что-то началось, та же самая учеба, вы должны что-то платить за какие-то консультации. Особенно выглядит совершенно дико, когда люди говорят за выбор учебного заведения. Кому? Ты выбираешь учебное заведение в течение одной минуты, причем то, с которым ты работаешь. Что за дикость, что ты должен за это или должна за это брать человека деньги. Опять-таки, мы говорим об обучении, и постарайтесь все-таки обладать информацией, чтобы вас не посылали к агенту, который будет с вас брать от папары до 2,5 тысячи долларов. Вообще, дикие цены, по-моему, это не должно так быть. Если вам говорят, что вот сходите, вот у нас есть вот такой вот миграционный агент, просто разворачивайтесь, уходите. Студенты, которые уже вот приехали, благодарны этому агенту, учтите, и благодарны этому агенту. Я знаю очень много студентов, которые приехали в Австралию, увидели своего агента, увидели, что он делает, и что можно делать, что обычно, обычно, необычно, что другие агенты делают для своих студентов, и они тихо своего агента ненавидят. Поэтому, естественно, они не дадут положительного какого-то отклика. Тогда задумайтесь, если у человека, допустим, огромная аудитория, как у образовательного агента и блогера, но у него нет людей, которые скажут, вот большое спасибо, Василий Пупкин, за то, что ты меня сюда привез. И есть еще один маленький, как бы маленькое такое условие. Этот человек должен быть вполне досягаем для вас. То есть вы можете переговорить, пощупать, что это в действительности человек, который учится, который благодарен своему агенту и может вам рассказать, за что. И вы можете на это рассчитывать, что когда вы приедете, вам и жилье подыщут, не зарабатывая на этом. Именно вот просто вот через свои контакты найдут жилье, которое удовлетворяет вас. И не заработают на этом деньги. Потому что, ну ты получил комиссионы и все, достаточно, на мой взгляд. Если тебе недостаточно, если ты считаешь, что ты достойен еще дополнительных заработков, на мой взгляд, ты слишком много на себя берешь и ты уже начинаешь крысятничать. Есть такое слово в старорусском языке, крысятничание. Так вот, крысятничать людям не позволено. Это, в общем-то, надо карать. Опять-таки, вот эти вот связи, когда отправляются к какому-то миграционному агенту, отправляются к какой-то девушке, отправляются к какому-то там агенту про размещение, а вы должны принять к сведению, что... И если только человек на этом зарабатывает деньги, все, на этом закончено. Если он берет какие-то referral fee, все, на этом закончено. Он уже делает бизнес. Он отправляет специально к этим людям, чтобы заработать деньги. Сразу предупреждаю. Ни с Дэниелом Блусом, на котором... Который занимаюсь размещением. Ни с Алексеем Чихуном, который миграционный агент. Ни с кем еще у меня таких отношений нет. Мы просто друзья. И у людей всегда есть выбор. В том числе и в отношении Алексея. И еще что я хотел бы сказать, дорогие друзья. Что если вы хотите в действительности гарантии того, что вас не обманут. И что именно этот агент лучший. Вам необходимо достаточно долго с ним контактировать. Вы сразу поймете, что после 15-20 минут на какой-то второй, третий разговор человек не идет. А потому что он рассчитывает получить денежки. Они прокалываются все на этом. И говорят, что это так вот. Бывают случаи. У меня такие были случаи, когда люди по 10 раз отнимали по часу времени. В конце концов, я этих людей блокировал. Да, да, да. Я думаю, что человек смотрит сейчас видео. Но я уже не могу. Потому что я не могу про белого бычка рассказывать сказку 10 раз подряд. Потому что уже надоело. Все точки расставлены. Все, что надо сделать, чтобы сюда приехать, известно. Вперед. Если это не делается, это уже пустая болтовня. Игнорируются мои советы. Если я как агент не хороший, убирайте другую. И вот Квинсланд. Там хороший. Там Голд Кост. Да? Вот там Голд Кост. Нравится серфинг. Вот туда. Если вы едете в Австралию ради серфинга, езжайте в Голд Кост. И там есть агенты, которые полностью удовлетворят вас. Но до того момента, как вы сюда приедете. Когда вы сюда приедете, вы перейдете в категорию тех людей, которые начнут жаловаться. И окажется, что серфинг это не самое главное. А вот низкая стоимость обучения, перспективы иммиграции. И самое главное заработки. Да, в действительности очень важны для вас. Этого там не будет. Поэтому, друзья, вы должны очень хорошо понимать ваших агентов. Вы должны очень хорошо уметь сравнить родных агентов. Вы должны видеть фидбэк людей, которые в действительности были студентами этих агентов. Их должно быть много. А не несколько друзей, которые дают заведомо лживую информацию. Вы должны иметь возможность контакта с этими людьми. И когда вы имеете контакт, этот человек вас обманул просто потому, что он какой-то друг или бизнес-партнер. Вы имеете право поставить информацию об этом в онлайне. То есть на таком же ютюбе. И еще очень много агентов имеют совершенно страшные скелеты в их шкафах. Поэтому узнавайте, делитесь информацией и правильно выбирайте себе агента. От этого ваша судьба зависит. Спасибо. Продолжение следует...